всем доброго времени суток мои дорогие друзья знаете чем отличается жизнь нашей здесь подмосковье мы всегда носим одежду более не яркую более теплую чем в других регионах поговорка была пор моей молодости лучше жить на севере черного моря чем на юге белого сегодняшняя важная тема судя по просмотрам и шквалу комментариев самых разнообразных разносторонних под нашем прошлогоднем видео о посадке томатов в грунт я решил снять видео записать его сейчас потому что здесь мы садим рассаду на грунт очень поздно практически когда уже все других регионах высаживают в июне месяце кому-то видео уже нур будет а что следующий год разве что вот а тема очень важно тема очень интересная касается она метода игоря михайловича маслова был такой инженер конструктор энергия жил он раньше в городе калининграде московского области был такой город пока не переименовали в результате многолетних многолетних испытаний у себя на даче 40 лет назад он пришел к выводу и этот вывод ошеломил если не все кто очень многих на его метод по его методики стали работать начиная с 83 85 года многие советские совхозы болгария перешла на его метод болгария известна на весь мир своими томатами и изделиями из них потому что его метод давал гарантированное увеличение урожая с низкоростных кустов так называемых детерминатных в три раза и до десяти раз до увеличение урожая на эндотерминатных кустах в теплицах после опубликования статьи корни ищут грунт восемь с третьем году а потом по моему в пятом году появилась это журнале присадинное хозяйство советском союзе блатка журнал по его статья корни нашли грунт было ну это судя цифры официальные 24 тысячи более чем 24 тысячи отликов подтверждающих правоту этого метода на эндотерминатных кустах в тепличках там полутора метра высотой урожая снимали от 30 до 70 килограммов с куста понимаете да мы много лет с этим методом знакомы и все время томаты высаживаем только в открытый грунт здесь подмосковье нам даже удается снимать зрелые томаты и лакомиться ими постоянно пользуемся выполняем все как игорь михайлович предписал все его указания и только благодаря четком исследовании указания у нас неукоснительно из года в год происходит вот это великое чудо вне зависимости от погоды свой урожай мы получаем урожай довольно емкий прошлом году мы не снимали мы и были на отдыхе когда урожай здесь томаты взрывались на грядке но в этом году я надеюсь мы от снимем полностью и взвесим с каждого куста и вообще с грядки целиком а пока цель моя сделать краткий конспект для вас чтобы убрать все возражения и так далее учить еще раз этот метод был более 40 лет назад принят на вооружение многими передовыми советскими совхозами чем заключается метод игорь михайлович установил что для повышения урожая томатов необходимо помидором преобразовать его корневую систему как известно у помидоров корень имеет стержневую систему и растет до двух метров меньшая часть корней меньшая часть берет необходимую влагу и полезные микро макроэлемент находящихся в почве для куста то есть вот этот корень он не способен прокормить пышный куст с большим количеством плодов и массово пошел по пути увеличение корневой системы он разработал методику горизонтальной посадки рассады томатов освобождая весь стебель до самой верхушки оставляя только верхушку верхние там два три разлетения освобождая от листьев он их просто прищипывает и удаляет на этих стеблях легко образуется масса предаточных корней они выходят на стеблях из кибересоватой бугорки из них прорастают предаточные корни они прорастают в таком количестве они заполняют всю гумусную зону помидор куст помидоров он становится обладателем мощнейшей корневой системы и происходит чудо сейчас мы подробно рассмотрим на примере опыта наших посадок это все у нас зафиксировано видеозаписи по прошлому году единственный здесь нюанс это для наших милых барышень хочу сказать отдельно наберите грудь воздуху и сделайте вид что вы не слышите либо сразу соглашайтесь потому что для роста корневой системы для тоже заложить такую массу корней жизни необходимо огромное количество фосфора которая в почве не то что не может быть скорее всего и нет в таком количестве поэтому на метр траншеи в котором еще будем укладывать нашу рассаду необходимо посыпать ложку суперфосфата там где вы видите на моих видео просто по прошлому году я добавлял еще и залу если у вас грядка правильно заправлена томаты очень любят перегной если у вас заправлена грядка вы уверены что в ней достаточно всех необходимых питательных веществ вы можете залу не класть но поскольку у меня постоянный предшествий их томатов на грядке является огурцы огурцы меня высокорастущие там подвязываю на уровне метра 80 примерно метра 70 соответственно они истощают значительно истощают грядку хотя там я заправляю навозом так далее но за зиму отнесу не несет бывает перепреть и так далее поэтому я для подстраховки кладу и за посыпаю ножка залы прошлом году клавни травмофоску потому что нужен был азот заложить я клал ну без положить только суперфосфат этого будет достаточно не бойтесь что это как вы видите химия пойдет плоды до этих плодов еще дожить нужно а за это время куст должен сформироваться ничего там не останется в этом кусту все будет съедено все будет переработано так что сейчас давайте будем следовать вот этой вот видео инструкции метода маслова всем вам больших и вкусных урожаев делитесь комментариях своими мыслями кто давно сажал по этому методу кто только что ознакомился с ним но я уверяю вас равнодушны в конце сезона не останется никого из вас если последуете этому методу вы все увидите что но если я из года в год сажая и вам это предлагаю это я же не рекламирую чей-то продукт чтобы выгодно этом заработать я просто делюсь опытом и этот опыт показывает что здесь не только смысл в этом есть необходимость зачем нам выращивать там килограмм 2-3 на одном кусок она может в 3-5 раз больше а то и в 10 если вытеплиться вот пожалуй все что я хотел вам сказать высаживать будем на этих грядках ширина грядок у меня 80 сантиметров внутренний объем отступаем от края примерно сантиметров 10-15 и вот такими движениями тяпки делаем такую траншейку глубина ну примерно 10-15 сантиметров ну 12 сантиметров рекомендуемая получается две борозды две траншеи на грядки и между ними между ними примерно 40 45 сантиметров а теперь вносим супер фосфат который является чуть ли не ключевым звеном формирование мощной корневой системы пусты будем высаживать шахтном порядке чтобы один ряд не затенял и не мешал расти другому ряду удаляем все листочки насаженцы оставляя только верхушку две трети будет у нас в земле этот грунт я готовлю смешивая в равных пропорциях перегной торф и почву из компостного ящика и на поверхности мы оставляем только самую верхушку все а рык мы делаем в виде борозды глубиной 10-12 сантиметров строго между помидорными рядами и он будет проводить влагу к корням и также кислород это скучная газонная трава это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok